Взросление в Господе Некоторое время назад меня затащили в некоторый спор об апостольском служении. Что это такое, апостол, апостольское служение? Я вошел в Писание, и очень много об этом пишется в послании к эфесянам 4 главе. После того, как я очень много думала об этом, и разговаривала, и опять думала. И когда я зашел очень глубоко в этот вопрос о том, кто такие апостолы, кто такие пророки, и учителя, и все вот эти служения, которые поставил Господь в общине, то я понял, что они все нужны для одной единственной цели, для того, чтобы взрастить поколение верующих внутри общины. По касательной мы затронем вопрос апостола. Но больше я сегодня поговорю о том, что значит взросление, что значит зрелость в Господе. Неделю назад мы здесь праздновали 20-летний юбилей нашей общины. Я ни один и ни два раза упоминала о том, что я вижу, что община наша повзрослела. Я вижу, что между членами общины происходят какие-то вещи, которые мы не видели несколько лет назад еще. Мы не такая община, которая каждый день молимся друг за друга, там и бесконечно пребываем в молитвах. Но я вижу, что работа Божья, она совершается, и потихонечку мы взрослеем. Бог делает свою работу внутри нас. Я не говорю только о возрасте, я говорю именно о том, как меняется характер человека. Мы сегодня будем читать из 4 главы послание к эфицианам. И я буду вставлять несколько слов, несмотря на то, что там, в принципе, в послании все понятно. Я не знаю, что это будет или послание, или учение, я еще сам не очень понял, но я верю, что Дух Святой что-то хочет сказать нам сегодня. Мы уже говорили, когда недельную главу разбирали, и Дима говорил, и Миша говорил, который недельную главу читал, о том, какие изменения прошли со временем в характере Иосифа и его братьев. Я очень прошу вас за описание, и открыть 4 главу послания эфицианам. Мы знаем о том, что Рав Шаул был одним из больших ученых в свое время. В свои молодые достаточно годы он был, как бы, аккредитован быть в Синедрионе, чего не случалось, если ты просто так, какой-то там, с поверхностными знаниями. Он собирался, или было у него большие возможности сделать очень высокую карьеру в Израиле. Но Бог его призвал быть посланником Божьим. Он был призван стать апостолом Иешуа в очень высоком уровне. Петр пишет в одном из своих посланий, что слова Шаула так высоки, настолько они замудренные, что не всегда возможно понять, что он там пишет. Даже между апостолами он считался очень особенным человеком. Мы читаем 4 главу сначала, да? Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звание, в которое вы призваны. Он не пишет, я большой апостол, великий. Он пишет о себе, я узник в Господе. В других местах он пишет, я Раб Божий. Недавно я поставил в фейсбуке пост. Там я спрашивала, что такое апостол, есть ли нужда сегодня в наше время в апостольском служении. Вы тоже можете зайти в фейсбуке, если вы там зарегистрированы, и можете участвовать в этом споре, ну, дискуссии. Некоторые люди, многие люди начали реагировать на это. И один из них это Иосиф Шулам. Это мора в Иерусалим, что я мигабель от него очень-очень. Это учитель, большой учитель из Иерусалима, которого я очень почитаю. У него больше семидесяти лет, и он очень мудры человек, и Бог его благословил особой мудростью. И он пишет мне. Я несколько раз объехал вокруг всего света. И каждый раз, когда я встречал тех, которые называют себя апостолами, они были... А, аферистами. Они были аферистами. А я ли, мазаль, кен ли пагеш кама нашим? Было, да, мне повезло встретить несколько людей. Что их можно пересчитать по пальцам одной руки. Да, которые были помазаны особенным помазанием от Господня. Но большинство тех, которые называют себя сегодня апостолами. Они не готовы умереть за имя Господня. И они употребляют эту власть, которую они получают в этом служении, только для обогащения. Но те, которые действительно есть помазание от Господа. Они всегда очень смиренные и очень скромные в духе. И я желаю вам всегда быть скромными, всегда быть очень послушными в Господе. Это то, что написал мне Йосиф Шулам в своем ответе, в комментарии. И сейчас мы возвращаемся к тому, что говорит Рав Шаулю в послании к Ефесянам. Я узник в Господе. Он изливает себя. Он унижает себя. И во втором стихе написано. Со всяким смиренно мудрием и кротостью. И долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Смирение. Смирение это в любом месте, где ты находишься, не думать о себе слишком много. Если мы сможем ходить вот в этом смирении, мы всегда сможем принести плод. Это в любом месте. Это не только в общине проявляется. Это может проявляться на работе, в семье, в учебе, где угодно. Если ты не поднимаешь свой нос кверху, То ты просто открываешь свое сердце для того, чтобы Дух Господень работал внутри него. И изменения внутри они обязательно произойдут. Может быть, ты не приобретешь все богатство этого мира. Но благость Господа и благодать от него, это просто обещано тебе. Это не так разрекламировано сейчас в мире. Сегодня, все коучинг, они молдят, как мы можем уничтожить. Коля, коучинг сегодня учит о том, как мы можем разбогатеть. Но те люди, которые на самом деле превознесены над всем этим миром, Они ходят в смирении Духа. Они на самом деле очень кроткие перед людьми. С четвертого стиха. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Есть всякие мнения по поводу теологии. Но если мы проходим свой путь жизненный со смирением, То мы видим, что вся теологическая разница, она ничего не стоит. Есть, конечно, какие-то основополагающие вещи. Я, например, верю в силу Писаний, священных Писаний. Я верю в одного Господа, когда мы произносим, Господь Бог наш един есть. Я верю в то, что нет другого спасения, как только через Иешуа. И что призвание Израиля, оно совершенно особенное. А остальные вещи, Они могут быть разными. Даже в нашей общине есть разное мнение по разным местам Писания. Но если мы готовы уважать своего брата, потому что он брат твой в Господе, То мы обязательно придем к тому, чтобы получить плод, принести плод и получить плод. И Шауль говорит о том, что мы разные. Давайте я читаю Пасух 7. Но для каждого и одного из нас, Это просто хрень, как хрень, который не может быть на Машиах. И седьмого стиха мы читаем. Каждому из нас дана благодать по мере дара Машиаха. Поэтому и сказано, Вашед на высоту пленил плен и дал дары людям. В седьмом стихе написано, Но для каждого из нас дана благодать по мере дара Машиаха. Илухим знает от каждого из нас. Он знает от нас внутри. Он знает, из чего мы выстроены. И по твоим единственным критериям, по твоим единственным особенностям, он дает то, что предназначено только тебе. Конечно, есть у нас какие-то вещи похожие. Но есть вещи, которые очень индивидуальны для каждого из нас. И никогда в жизни Священное Писание нам не рекомендует входить в какие-то соревнования. Или же зависть, типа, я буду как он. Это все глупости. Очень важно найти место Твое. И работать, действовать согласно тому дару, который Господь вложил в тебя. Если я правильно помню, Руслан рассказывал нам свой сон, который он переживал. Он видел нас как пазл. Которые складываются в одну картинку. Ты можешь, конечно, разбиться в лепешку, чтобы быть как кто-то другой, но ты не сможешь тогда сложить картинку, потому что у каждого пазла есть пазл абсолютно свой собственный, абсолютно особенный. Восьмой и девятый стих мы сейчас читаем вместе. Они очень непростые, иногда даже немножко мистические. Мы попробуем сейчас понять, что здесь написано. Поэтому и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары людям. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде, в преисподние места земли. И десятое стих. Он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Эти стихи говорят о том, что случилось с Машиахом после того, как он был распят и умер. Цель, для которой Бог послал Машиаха до смерти на крест, они очень непростые. Это не просто покрыть грехи людей. Конечно, это одна из самых главных целей. И мы, как бы... Мы искуплены жертвой Господа. Но он умер и воскрес не только для этого. Если мы учим большую теологию, Скорее всего, то, что произошло в самом начале сотворения мира, между первым и вторым стихом книги Бытия, Случилось там что-то, какой-то большой хаос на небес, ну, в мире, скажем так. И многие власти, силы и ангелы захватили какие-то места, которые совершенно не предназначались им Господом. Это не совершенно... Мы сейчас не говорим о дьяволе, или о каких-то таких вещах. Просто случилось большой балаган, случилась путаница, и какие-то власти и силы захватили места другие, которые были свободны на тот момент. И в этом стихе мы читаем, что Иешуа воскрес. И он воскрес и сделал определенный порядок, для того, чтобы совершить определенный порядок, вот в этих самых силах. В А, Захарей, у Питом и Тхилишпох матанот шонот ал Бни Адам. И потом он начал изливать дары Духа Святого на людей. В 10 стихе написано, в 11 стихе. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Машиаха. Доколе все придем в единство веры и познание сына Божьего в мужа совершенного в меру полного возраста Машиаха. Есть разные мнения и дискуссии сегодня или апостольское служение нужно было только в времена первых верующих для того, чтобы распространить Евангелие по всему миру. Или оно сейчас тоже очень важно. И, согласно герменевтике, это такая наука об исследованиях святых писаний, никогда не строятся никакие доктрины только на одном стихе. Но если мы думаем о простых вещах, если апостол это что-то похожее на архитектора, архитектора, он один раз делает чертеж и смету и по этому чертежу делают, потом строят целый дом. Но потом входят в свои права какие-то там администраторы этого здания, те, которые занимаются какими-то повседневными вещами, но это вообще никакого отношения уже не имеет к архитектору. Он уже, он вне этого, он сделал свою работу. Вполне возможно, что апостолы были нужны только в самом начале, чтобы дать абсолютные базисные вещи и построить веру первых верующих именно на базовых правильных вещах и распространить ее, а сейчас как бы уже не нужны. Есть другие служения, как пастыря, как учителя, которые знают, как поступать, знают святые писания, они могут, вполне могут возглавлять общины и вести их. Но может быть и наоборот, что да, есть совершенно нужда в апостольском служении сегодня тоже. И я не очень это понимаю, но если я не понимаю, то это не значит, что это не нужно. И я думаю, что мы сейчас как часть тела Машеха находимся в том состоянии, что нужно, да, молиться об этом, чтобы понять это. Мы обычно привычны к тому, чтобы молиться только о наших проблемах лично. Но есть иногда очень большие вопросы и очень общие вопросы, которые они нас касаются тоже. Они касаются тела Машеха, но в теле Машеха и нас. И очень правильно будет молиться об этом. Боже, дай нам понимание об этом вопросе. Это очень хорошо, когда Бог заботится о наших личных проблемах. Но если Бог берет нас и делает через нас какие-то свои решения, проблем общего плана, мировых проблем, то это очень важно и очень особенно. Но я не потому подняла этот вопрос, чтобы мы сегодня решили, нужно ли апостольское служение сегодня или нет. Лема. Но я поднял вопрос по тому, почему, для чего Бог создал все эти дары. И мы прочитаем сейчас 12 и 13 стих. Еще раз. К совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Машеха. Даколе все придем в единство веры и познания сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха. И здесь написано, чтобы мы поняли как служить. Как служить. Вы понимаете, Шауль здесь использует пример тела человеческого. И если вы зайдете в Ютьюбе посмотрите какие-нибудь ролики как вообще построено и как функционирует человеческое тело. как делятся наши клетки. Как работает иммунная система. Как там все крутица и вертица внутри в нашем теле. Мы понимаем, мы поймем тогда, что Бог построил наше тело совершенно особенным образом, для какой-то совершенно определенной цели. Конечно, грех и болезнь делают свое дело для того, чтобы разрушить его, но на самом деле мы построены, наше тело построено особенным образом, для того, чтобы совершать определенные особенные цели от Бога. И мы как община и как разные общины мы построены как тело, как тело Машиаха. Святые Писания называют нас тело Машиаха. И как тело любого человека тоже должно расти. мы должны понять это и мы должны участвовать в этом, прежде всего тем, чтобы распространять благую весть. поднимать местах где можно преславлять Господа, как Виктор нам сегодня говорил. несколько лет назад мы подняли некую общину на церковь. И может быть, кто-то из вас захочет прийти и сказать, я хочу в там-то и там-то, в таком-то и таком-то месте, сегодня или там завтра, поднять новую общину новых людей, которые будут стоять перед Господом и хвалить и прославлять Его имя. Пожалуйста, мы только приветствуем это. В последние годы мы были сконцентрированы больше на том, что творится у нас здесь, в нашей Пшине, в Хайфе. Это нужно, это необходимо. Но святые Писания, в первую очередь, говорят, идите и распространяйте благую весть о Господе до конца мира. И это то, что говорит Рав Шауль в Писании. И все вот эти учения, которые мы проводим в Пшине, они должны, в первую очередь, пробудить в нас желание укрепиться в себе самом, в первую очередь. И этой силой идти и распространять благую весть другим людям. Потому что если Господь дает вам что-то от милости, от благодати Своей, и ты держишь это только для себя самого, ты превращаешься в эгоиста. И вот эти воды свежие и живые, которые остаются в тебе самому, они вдруг превращаются в какое-то болото, в болотную жижу. И мата льо маавир дзекадима. Если вода не течет, если она не проточная, она становится стоячей. Кедвей Кодыш כל הזמן אומרим לנו, шейдбарахну бешалом шелу. Святые Писания все время говорят, что мы благословлены его миром. Авал, катув, в Бритахадаша, Ишуа махрисет за кама паамин, тивакшу маим, шеем яфху бетухеха, ле маяян маим хамим, латэт ле хирим. Но святые Писания все время говорят, Ишуа говорит, просите воды, просите воды, которая в вас будет проистекать из вас наружу, через вас и из вас наружу. И если, конечно же, если человек нуждается в каком-то исцелении, в каком-то укреплении, конечно, сядь, открой свое сердце, учись, принимай то учение, которое идет со сцены, и будь готов к критике тоже. Но если ты чувствуешь, что ты уже немножко вырос, ты уже получил какой-то плод мира внутри себя, будь открытым, так же поделиться этим своим чудесным плодом с другими людьми, которые вокруг тебя. Прежде чем Ишуа вознесся на небеса, он сказал своим ученикам, идите и научите все народы, весь мир. Объясните им, кто такой отец? Что сделал сын? И что делает Святой Дух? Но после Шаул в Игерет или Ифессиан, в Парк 4, и Раб Шаул в 4 главе послание Ифессианам, он всякий раз возвращается к одному и тому же. Вы должны быть изначально внутри цельными. И вы не должны идти и как бы увлекаться желаниями этого мира. Послух 17, 18, 19 Он говорит, не будьте как люди этого мира. Не будьте как люди этого мира. Не удовлетворяйте желания плоти. Вы знаете, что такое эпоха теплоти? Это то, что сегодня называется сексуальной свободой. Но Святые Писания нам говорят ходить в праведности и святости Господню. И я сейчас говорю особенно к родителям. Внимательно наблюдайте за своими детьми. Мы делим 17, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18. Особенно за подростками 12, 13, до 17 лет. То, что творится сейчас в школах, это ужасно. И им показывают всякие фильмы о том, что они могут выбрать свой пол. Это абсурд. Совершеннейший абсурд. Бог создал Адам и Еву. Ищ и Ища. Мужчину и женщину. Ты можешь отдохнуть от себя что ты хочешь и отдохнуть в хазарах. Ты не поменялся от маута вашего. Даже если ты отрежешь все то, что тебе кажется лишним и прилепишь это на другое место, от этого не изменится природа человека, которого создал Господь. Пожалуйста, родители, разговаривайте со своими детьми. Пожалуйста, храните их. От страстей этого мира. От того, что сегодня говорят, что это все нормально, это все в порядке весель. Вобода выбора. что дети в 15 лет им дают сейчас заходить. И это все нормально. Им дают сейчас возможность совершать сексуальные всякие действия. И это считается нормальным. Мы обычно молчим об этих вещах. Но Шауль говорит о том, что это образ жизни этого мира. Но если вы обновляетесь умом своим, вы можете не бояться говорить об этих вещах. Пасух 25 стих. Та сиру шекер. Добру эмет. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину. Если вы открываете телевизор, вы знаете название телевизора по-русски сейчас, говорят зомбоящик. Тот, который зомбирует. Он делает из нас зомби. Людей, которые теряют возможность рассуждать рационально. И если мы привыкаем к какой-то вещи, то мы потом ее принимаем с легкостью. Насучат о том, что черное это белое, белое это черное. И мы принимаем это. Но самое ужасное, что мы становимся серыми. И мы теряем совершенно понятие о том, что добро и зло, и о том, что правда и что ложь. Очень многие сейчас меняют учения святых писаний на всякие учения психологические. Если святые писания нам говорят, не заходи в гнев, не гневайся. Не давай место дьяволу. Не воруй, если ты воровал прежде. Сохраняй уста свои в чистоте. Чистота уст, чистота рта. Очень важная вещь. И даже здесь в общении есть многие люди, которые в общении говорят очень красиво, как ангелы. Но если гнев кусает тебя, то ты открываешь свой рот. И потом ты удивляешься, почему в твоей жизни какая-то путаница, в твоей жизни какой-то хаос. Потому что ты открыл место для дьявола. Поэтому очень важно сохранять чистоту и правильность речи своей. Но посмотрите, какая динамика в этой главе 4. Шауль начинает с того, чтобы изменить весь мир. Он говорит о дарах в Господе, об апостольстве, о пророчестве. Но он потом приходит к совершенно простым вещам. И это то, что нам нужно. То, в чем мы нуждаемся. Это то, в чем мы должны в первую очередь изменяться. Чтобы в рот рациональной мы можем хорошо что в рациональном мышлении мы должны думать. Мы должны понимать, что такое добро и зло. Убегать от зла и противостоять ему. И постоянно просить Господа, обнови разум мой. Зрелость в Господе. Это очень простые вещи. В процессе взросления в Господе. Если ты взрослый, то это можно понять очень быстро. Потому что все вот эти понимания, они практически не занимают времени. Они происходят очень быстро. Я возвращаюсь опять к местам, где учат наших детей. Битей сфер. Школы. Но также мы, когда мы сидим в интернете и говорим и нотаним для каждой миди, чтобы подключить пневмон. И даже мы, когда мы сидим в интернете и принимаем всякую дребедень, которую мы там читаем, и мы даем этим всяким вещам заходить внутрь нас. Леетхадеш в руках нашего махшивотей. Китовы Кодеш курины для нас леетхадеш. Нам нужно обновляться в духе. Обновляться в духе. И тогда мы будем светом миру. наша взрослость в Господе сможет помогать другим людям тоже взрослеть и мы будем светом этому миру. И тогда мы сможем подобно Рава Шаулю говорить я узник в Господе. Не я мудрец в Господе, а именно я узник. Давайте встанем и помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец я прошу тебе Господь чтобы ты простил нам что мы очень часто даем духу этого мира заходить к нам внутрь. и мы даем иногда влиять на ту истину которую ты вложил внутренне. Я молюсь о том чтобы кровь Господа нашего Ешуа она обновила и очистила всю эту возможность принимать Слово Твое в чистоте и выстрел. И помоги нам пожалуйста чтобы не упускать детей наших. Помоги нам пожалуйста давать детям нашим правильные меры правильные весы. Помоги нам пожалуйста более того что мы можем делать сами. И помоги нам пожалуйста распространять благую весть вокруг нас. Спасибо большое Небесный Отец что ты заботишься о наших личных нуждах. Я молюсь сейчас о здоровых семьях о тех кто очень нуждается в этом. Потому что есть семьи которые нуждаются в исцелении. Пожалуйста обнови и восстанови наши отношения с нашими родителями и с нашими детьми. Как написано в Малахии что я пошлю духа и он исцелит отношения между отцами и детьми и детьми родителями. Дай нам пожалуйста мудрости и стойкости и ци за истиной башем ישу Амин.